Та-та, сегодня целый день идут дебаты по поводу освобождения политзеков на Еврорадио и на Белстате. Андрей, а вы как считаете, сейчас этот вопрос можно решить? Действительно, сейчас и у нас в этом координационном совете очень тяжелые идут дебаты, связанные с созданием комиссии по освобождению политзаключенных, которую инициировал, хотел бы возглавить Александр Кабанов, блогер, бывший пресс-секретарь Светланы Тихановской, Сергея Тихановского, партнер и так далее, который, вы помните, делал протесты против аккумуляторного завода в Бресте, и Лукашенко был вынужден оправдываться. Действительно, искренний, очень болеющий за эту проблематику человек, потому что он прошел через тюрьму, и не 15 суток в изоляторе, а тюрьму. Но ему не сильно дают что-то сделать. Находят 125 причин, у нас там адская бюрократия, значит, почему эту комиссию надо отложить, сделать не комиссию, а какую-то рабочую группу, из рабочей группы. В общем, там, я наблюдаю за этим с определенным скепсисом, не дают. И он это вынес в публичное поле, говорит, ребята, ну это важный вопрос сейчас. Ну, во-первых, он всегда важный, ну и сейчас он особенно важный, потому что мир действительно занят войной, и внимания к политзаключенным очень мало, и Лукашенко просто там, вы видите, тех, до кого может добраться, сажает, и там их пытают, там пыточные условия серьезные, и, ну, давайте что-то делать. Ну, как всегда, находятся там 125 людей, которые говорят, ой, не время, ой, не место, а чем эта комиссия будет заниматься, а как и что. Я считаю, что когда эта проблема, политзаключу, это вот как всегда, ты, почему там украинский президент Зеленский просто каждый день делает видеообращение, каждый день. Вот сколько Тихановская делает в месяц видеообращение к белорусам, сколько Зеленский делает. Одна и та же ситуация, война. Одна и та же ситуация, оккупация части территории. Но он каждый день выходит к народу и что-то говорит, и поддерживает тех, кто борется, и говорит какие-то новости, и плюс к этому выступает на всех международных форумах. Почему? Потому что он понимает, что надо удержать Украину в центре фокуса мирового внимания. Вот когда мы говорим о проблеме политзаключенных, та же самая история. Надо ее поместить в центр внимания. Первое. Вот самое первое, с чего начинать. Чтобы эта проблема виделась странам, как комплексная, огромная, и они ее обсуждали на всех уровнях. Вот поляки считают, что их польские политзаключенные важны. Взяли, закрыли границу. Тут же улетело дело против Анжелики Борис. Мгновенно оказалось ни в чем не виновата. Тут была только что виновата. Все, сразу. Сняли все обвинения вот так, за одну секунду. То есть эти люди шантаж, они понимают. Это они понимают. Такой аргумент. И поэтому тут задача такая же, аналогичная. Только ни одна Польша должна быть, и не только в отношении только польских политзаключенных, а надо коалицию делать. Вот Зеленский сделал целую коалицию стран, которая помогает Украине. против тоже гораздо большего, гораздо более серьезного врага. Тут тоже надо коалиция стран. Здесь ни одна одна страна как бы Лукашенко не дожмет. Здесь надо коалиция стран, коалиция политиков, экономические методы. Нужно объяснять, что жизни человека важнее, чем транзит, чем все остальное. Поэтому, ну, это правильную тему Кабанов поднял и там старается максимально. Но надо его поддерживать. Я удивляюсь, что в КСе не очень там сильно пока энтузиазмом горят они люди. Посмотрим. Вот ведь Полик правильно говорит, только тисну, не только тисну, вот что говорит Зеленский, да, вот просто надо тупо брать пример него, с них, с украинцев. Ник Федоров, белорусский протест прямо на глазах превратился в болото. Представляю, с каким удовольствием над балаган смотрят негодяи, утрупировавшие власть. Ну нет, они понимают, что все мутирует, все мутирует. Если люди, у людей не получилось по-хорошему, люди начинают быть настроены по-плохому. И отсюда эти репрессии, отсюда эта истерика, паника, да, потому что они чувствуют и понимают, что люди начинают все, они попробовали, они честно попробовали. Это знаете, когда у тебя с кем-то конфликт в жизни, ты сначала честно попробуешь решить его по-хорошему. Типа, давай вот по-хорошему, с цветочками, как там у нас было в 20-м году, с шариками, по-хорошему. Ты уходишь, а мы проголосовали за другого президента. Окей, я не ухожу, вы все неблагодарные твари, вас всех мы как там накажем, ограбим и т.д. и т.п., как этот Владлен татарский орал, да, вот, и еще значит соседям под дверь нагадим. Окей, уже и соседи не очень хотят по-хорошему, и Зеленский сказал, что это не субъектный президент, вот, и уже начинаются, пусть такие еще первые, но бобовны на территории Беларуси, а будет больше и будет жестче, и понятно, что украинцы, когда у них руки освободятся просто от россиян, они все вспомнят, вот, все вспомнят, это такие люди, я с ними общаюсь, а эти не забудут. И белорусы, они уже поняли, что, ну как, не хотите по-хорошему, ну ладно, просто еще белорусы не очень понимают, как по-плохому, до них, ну они никогда так не боролись, да, в Беларуси не было реальных таких жестких ситуаций, у нас и Советский Союз развалился, в общем, мирно, и даже те митинги, которые были, все были абсолютно мирными, но если не понимают люди по-хорошему, ну скорее всего, белорусы придут к какому-то другому решению проблемы, и поэтому так пугает Лукашенко, реально пугает отряд Калиновского, потому что эти станут вперед, уж с Зейноном, без Зянона, с Тусовым, безусова, не знаю, но они встанут, или со Щегельским, или с кем-то, они станут вперед, потому что если ты побывал в Бахмуте, тебе никакой белорусский ОМОН не страшен вообще, никакой Карпенков тебя не напугает никогда, если ты побывал в Бахмуте и выжил, так сейчас калиновцы, если ты видел вот так смерть в глазах, если ты видел российские ракеты, если ты видел во что превратили город россияне, тебе никакой Карпенков не страшен вообще, вот от слова совсем, и сейчас таких людей там становится все больше и больше, знаете, как пел Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, так вот настоящие буйные там формируются сейчас, и их очень боятся, очень боятся, потому что это только пыжится наша милиция, эти спецсилы и так далее, да, им бабушек брать там и беззащитных айтишников, хотя бывают и не очень беззащитные айтишники, как вы знаете, и тогда уже совсем все по-другому, вот, а когда будут ребята прошедшие там год-два войны вроде бахмута, ох, там там все по-другому, вот, мышка дякуй великий, Татьяна Данильченко написала за больную незалежную Беларусь, живи синяокая, живи, Татьяна, живи, дякуй великий, и, ну, осица правды, мы зараз так само даем свой отказ каналу балаганов и всем остальным, что мы так само можем дополагать, и не горш, не горш, так, ну, трошечки меньше, там, вот, у Саши там бывают и по по тысяче евро за эфир, и по полторы, и там они сразу могут машину купить, и что-то еще, мы, мы, у нас ресурс поменьше, но у нас зато искренняя, искренняя помощь, так, Ольга Писарик пишет, зачем Светлане брать пример Зеленского, Зеленский делает это для народа, так как знает, что его наняли, Светлане деньги выделяют из Евросоюза, то белорусы не уволят ее, ведь она ничего не решает, вот такая точка зрения, Ольга Воронец, наш тоже постоянный зритель, народ, парадокс, Светлана путешествует по странам, говорит именно именно о политзаключенных, если на территории РБ все будут смотреть Светлану, ее каналы, то арест Лима, правильно бы Андреевичи рассказали, Тлантихановская посол доброй воли больше, ну да, да, есть такое, Алексей П, кто такие в этом КС, кто их уполномачивал что-то решать, какой-то регламент обсуждать, для чего, ну и представители разных организаций, их организации уполномачивали, к сожалению, они не пошли по пути, вот как бы низовой массовой организации, то есть, когда бы ячейки белорусов уполномачивали людей идти в более высокие органы. Не пошли, потому что, повторяю, все, что касается реальной демократии, то есть, выбора народа, но если бы выбирал народ, то понятно, что спикером КС был бы Павел Латушка, если бы выбирал народ, понятно, что Кабанов уже был бы главой комиссии по политзаключенным, но народ не выбирает, ну что сказать, они, они боятся, реальной, вот электоральной демократии, они категорически боятся. Даже если бы народ выбирал среди тех кандидатов спикером, да, ну не Егоров был бы спикером, все это понимают, не представитель на тот момент офиса Светланы Тихановской. Мадам, дякую, написал нашим ВРМ Калиновцам, живи белоруссово Украине, дякую вам. И все, все так само пишите по дяки, особливо сегодня, у канун Пасхи, это нашего Великого дня, так, хорошо, Ольга Воронец, народ, какие претензии к Светлане на сегодня в чужой стране, на родине осуждена, именно сегодня время показало стратегию офиса, написал Ольга Воронец. Хорошо. Ну, я на все мнения, да, и замечательно, что они есть, такие разные, такие, ну, как бы, искренние, это прекрасно. отменяются, которые,